Темно-реченский Погода отличная Я думаю, что в Петегорске хорошая погода будет Едем в Петегорск Всем такого хорошего дня, друзья, как и у нас сегодня день очень хороший Была неделя Не сказать, что холодная, но прохладная Температура с города Ставрополя мы выезжали, было всего лишь 11 градусов Цельсия Время сейчас 10 часов уже приближается Здесь у нас камера находится Ограничение движения 30 км в час И здесь у нас, соответственно, пост дорожно-патрульной службы Так что какой у нас сегодня будет маршрут? Маршрут будет через город Нинку И мы поедем далее на Курсавку, Минводы, Петегорск Ну, сегодня никого здесь нет Так что мы совершаем свой очередной круиз Можно так сказать Ну, а если уж правильно сказать, то вояж Почему неделю я, друзья, ничего не выкладывал? Ну, просто по одной такой причине, что была погода плохая И потом, я не могу постоянно ходить с камерой, где-то снимать Именно заниматься только съемками Я, прежде всего, у меня есть семья Есть какие-то семейные проблемы Есть проблемы на работе Потому что я работаю, друзья Потом некоторые, скажем так, господа, мне неприятные комментарии пишут А бывает так, что доходит это через третьих лиц Которые мне стараются чем-то укусить Скажем так, подколоть и то другое, и то сякое Ну, я даже не знаю, как это выразиться Друзья, если вам что-то не нравится Или, господа, которые вы мне пишите, комментарии плохие Вы сами что-то сначала снимите нормальное Выложите это на свой канал А я посмотрю и я свой комментарий вам напишу Дам оценку свою вашему видео Ролику какому-то Это касается, Владимир Вам, которые вы мне сегодня утром написали Я зашел на ваш канал и посмотрел У вас всего лишь три подписчика И три видео про Грузии Минутные видеоролики Больше у вас ничего нет Прежде чем что-то писать Вы сами что-нибудь снимите, покажите Наберите подписчиков Ну, хотя бы вот столько, сколько я набрал За два года Я не говорю, что у меня подписчиков много Но, тем не менее, меня люди смотрят А вас вообще люди не смотрят У меня что-то за Лазаревское решили укусить Да, Лазаревское это Прежде всего самый такой популярный курорт Краснодарского края Ну, это вот такое, друзья, отступление А так вот, едем в Пятигорск Погодка у нас отличная Едем в Пятигорск, почему? Потому что мне дочурка моя попросила Поехать в этот курортный городок И вообще направление моего канала Я уже неоднократно говорил вам, друзья Даже зайдите вы на мой канал, посмотрите Какое направление моего канала Это путешествие по Краснодарскому, Ставропольскому Краю холодные родники Термальные источники Черноморское побережье Ну, плюс еще Крыму А также Краснодарского края В общем, я такой человек, что никого не блокирую Но я блокирую тех, кто меня сильно достает Ну, я не знаю, там заблокирован У меня за все время там 3 или 4 человека Некоторых, а потом стараюсь разблокировать Потому что я человек лояльный Ну, тем не менее, вот Так вот, получается, что Люди этого не понимают И опять начинают мне писать гадости Господа, да я от вас вообще-то не завишу Это мой канал Я вот, что считаю нужным То я снимаю, то я выкладываю И вообще-то Вы посмотрите, кто так подробно Вам что-то рассказывает Даже вот те же морские путешествия Куда мы с дочкой всегда приезжаем Я вам показываю номер Как дойти до моря Своё вот такое впечатление О том или ином Курортном городке или посёлке Прежде всего я считаю, что вам самим что-то надо создать А потом других обвинять в чём Так что, друзья Я никого не блокирую Господа, пожалуйста, на мой канал Не надо писать мне Разные гадости Канал у меня позитивный Канал о путешествиях Вот сегодня у нас очередное путешествие Это курортный город Пятигорск Который находится в Сарапульском крае Где я живу, друзья Куда я люблю ездить И куда буду мы Свои вот такие вот Совершать путешествия Я от вас, друзья, вот как бы не завишу Я не прошу Я ничего не прошу Я просто не бываю Вот то и вам показываю Где я бываю Вот своё вот такое Показываю отношение К тому или иному месту А то, что там через третий Как бы уши мне доходит Что он одно и то же показывает Показывайте вы другое Я сразу всегда говорил И говорю Что у меня канал позитивный Но если что-то мне не нравится Я об этом говорю Так что, друзья, мы совершаем Своё очередное путешествие Совершайте и вы с нами Вот, Ставрополь и осень Погода сегодня Просто хорошая Я не хочу просто камеру разворачивать Ну вот я еду просто В обыкновенной летней майке Именно вот в это время И мы чуть-чуть позже Ещё с вами поедем в горы Поедем в Архиз Я вообще горы не очень люблю Там где-то по горам Подниматься и всё остальное Ну, наверное, просто я с детства Хоть это не люблю Когда я ещё маленький был Мы там поехали с отцом в горы Там на автобусе лаз я помню было Студенты, гитара, костры Всё красиво было Вот, решили мы там с отцом, с другом сделать восхождение на горы В общем, поднимались, поднимались Потом площадка такая Типа смотровой была Выступ был Мы посмотрели, нам ещё столько подниматься Я горы просто, друзья, не люблю А вот ездить в горы я люблю И вот у нас будет 2 билета Надо покрова Покрова, вы знаете, что 14 октября Да, покрова всегда хорошая погода Я каждый год вот туда стараюсь поехать В Архиз Потому что в Архизе где-то Вот примерно, друзья, вот Погода такая же, как и будет у нас в городе Ставрово Так что, друзья, путешествуйте с нами Ну, а кому не нравится, друзья Кому я не мил Можете написать им просто комментарий Я постараюсь вам корректно на это ответить Ну, если уж кто-то сильно меня достанет Ну, просто автоматически я вас переведу в чёрный список Ну, а это я ещё раз говорю, друзья, очень редко делаю И потом я стараюсь этих людей разблокировать Канал у меня позитивный Ну, что мы Где мы в этом году были, друзья? Да где мы только вот не были Я ещё раз вам Повторю, что Путешествие наше Это Краснодарский, Ставропольский край Республика Крым В Крым я всегда буду Приезжать где-то вот в сентябре месяц Я думаю, на следующий год там ещё будет лучше Сейчас там делают дороги Ограничение Ой, извиняюсь, друзья Ограничение скорости 60 км в час Это Трасса Таврида Её делают Тут Очень я вот Смотрю, что там Очень многое изменилось И идёт Улучшение Скажем так В лучшую скороту Делаются дороги Делаются развязки Ну, если со временем Там ещё будет Что-то подобие Автострады Как вот у нас Дорога идёт От Кочубеевской развязки До Краснодарского края Там в сторону Армавира Я думаю Будет очень даже прекрасно Очень много времени дорога занимает Но, тем не менее Места там красивые Даже то впечатление Которые складывается Дороговизна Крыма Всё равно Это там вот Надо туда приезжать Всё смотреть И В общем-то Там и чистота воды Во-первых Вода там чистая И там красиво И в этом году мы были И в Адлере Были и в Лазаревском Было Ну, в Лазаревском Это вообще считается Такое вот Популярное Самое, наверное, популярное место Одно из Или одно из популярных Мест Краснодарского края Куда я вообще, друзья Вот Просто советую вам приезжать Во-первых Это недалеко Относительно Если ехать До Целлофана Дороги Кто-то потерял До Атлера Или там До Абхазии Жильё Жильё там недорогое Всё там есть Нормальное Просто Нормальное место Так что, друзья Мы едем в Пятигорск И уже Следующий Видеоролик Будет В Пятигорске Ну Иногда Вот Такие вот Комментарии Скажем Откровенно Даже Хамские Убивают Так скажем Из колеи Я стараюсь На них Внимание Не обращать Ну Неприятно Когда Просто Снимаешь Такое Позитивное Хорошее видео Именно Для тех людей Которые не могут Совершать путешествие По тем или иным причинам Ну Может у кого-то Нет автомобиля Если раньше были Мягкие автобусы Они и сейчас есть Но они уже в малом количестве В основном Курсируют маршрутные Такси Они неудобные У кого-то Просто Нет возможности Поехать В финансовом отношении Или В другом отношении Маленькие дети Кто-то просто Вот прикован Квартире И Путешествует Именно Вот с такими Блогерами Как я друзья Ну а мы с вами Продолжаем друзья Путешествие Вот смотрите Какая погодка Отличная Хорошая Ну вот и дальше Мы уже будем С вами Вести съемку Ближе Минераловодскому Району Тем более Все муниципальные округа У нас Скоро Хотят Ну Может не скоро Упразднить И будет Вернее не округа Районы Районы Хотят упразднить И у нас просто Будут муниципальные округа А дороги Вот такие у нас Дороги Дороги у нас Отличные Хорошие В общем то Все Замечают Что дороги у нас Намного лучше стали По ним ездить Путешествовать Я так скажу Они даже Стали Лучше чем Краснодарском крае Хотя не везде Есть Краснодарском крае Дороги получше Чем у нас Ну вот такое друзья Отступление небольшое Чтобы не думали Что я нигде Там Не езжу Я никуда не пропал Я с вами друзья И буду периодически Свои Такие видеоролики Выкладывать Кому нравится Друзья Смотрите Ну кому не нравится Кому я не мил Ну не смотрите Да и все Что еще могу сказать Потом Да Петеворска У нас По километражу Выходит 190 км Это Если взять От моего дома С юго-западного района Это Примерно Где то От проспекта Ворошилова И до центра Города Петеворска До проспекта Калинина Ну на данный момент Мы сейчас проехали Чуть больше 45 км Это у нас Парсуковская станица Сейчас будет У нас Развязка И мы прямо едем На Минводы Попадаем в город Нивномыск А потом если Мы дальше поедем Уже будут другие населенные пункты Ну а если мы направо повернем Это мы попадаем И в Карачаево-Черкесию И Краснодарский край В общем Дорога мне известна здесь Вот сколько я себя помню Друзья Вот столько по этой дороге У меня папани всегда возил Петеворск 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 Там и Тиберду возил Ну а теперь вот мы путешествуем по этой дороге с дочкой Жена дома осталась Не захотела ехать Ну вот Нивномыск Минеральной воды Махачкала Вот мы прямо с вами и поедем Эта вот машина выехала Это со станицы Барсуковска Вот наша развязка Или как мы его по старому называем Нивномыский круг Нивномыск Владел Кавказ А вот куда грузовичок поехал Это друзья как раз дорогой ведет Краснодарский край Карачаево-Черкесия Ограничение скорости Да, дороги все-таки вот друзья Может технология нарушается Может еще что-то Может просто да Просто тонары разбиваются Ну периодически дороги у нас делают И вообще-то вот Сколько я себя помню Здесь всегда Каждую весну Вот даже возьмем даже город Старополь В советское время всегда делался Латочный ремонт И всегда дороги у нас были Более-менее нормальные Видео фиксация Дальше у нас город Нивномыск Ну а по погоде я так скажу, друзья Да у нас погода в сентябре месяце Даже в октябре месяце бывает Просто-напросто теплая Это хоть и Северный Кавказ Но все равно это юг, друзья Так или иначе Это магазин запчастей Здесь вот тоже Вот такую дорогу сделали Нивномыску к городу Ну а осень Ну а осень Наверное, друзья, видите Что у нас просто осень Начинает Деревья желтеть Ну вот сейчас мы с вами Поедем в знаку, друзья Ну примерно где-то от моего дома 6 километров И заканчивается город Ставрополь Вот мы проехали на данный момент 50 с половиной километров Сейчас мы с вами проедем по городу Нивномыск Скажем так, по краю города Это вот ограничение 70 километров в час Потому что здесь Просто-напросто Пешеводные переходы Поэтому здесь Скорость нас мешает И какие будущие планы, друзья Будущие планы у меня Будут такие Это Кавминводы Мы объедем Все города Кавминвод Тем более у меня где-то Примерно середины месяца Будет Вторая часть Трудового отпуска 22 дня у меня будет А также Карачаево, Черкесия Термальные источники Холодных радиков уже не будет Ну возможно мы будем Во время таких Утренних пробежек С вами их смотреть Ну вот Подъезжаем Книгу на мысль Это моногород Город химиков Ну в общем Сегодня мы попозже выехали По одной такой причине Что я после ночной смены Просто чуть надо было отдохнуть Ну где-то в час мы уже будем в Пятигорске Я вообще обожаю Кавминводы Советую вам приезжать в Кавминводы к нам У нас такие Одноделанные Поездки Часов Часов наверное где-то вот Ну может восемь Может десять мы уже будем дома Так здесь ведутся дорожные работы Ну и вот здесь и начинается у нас город Одним на мыс Вот пятьдесят три с половиной километра Это от моего дома еще друзья вам так скажу Ну а так где-то значит давняя на мысль 47 километров Вот здесь с правой стороны Чебуреки продаются Дом меда Ну уже ларечка здесь не стала я смотрю Ну во всяком случае пирожки здесь покупал Они мне здесь не понравились Поэтому никому не рекомендую Ни в извещательном останавливаться Там еще хуже Сейчас мы с вами будем пересекать Невнамырский канал В очередной раз Один раз мы его пересекали когда спускались С извещательного Так что путешествие в основном у нас будет по Краснодарскому краю и по Савропольскому краю Карачаево-Черкесе Перестраиваемся С правой стороны здесь дачи Куда-то даже я хотел в этих дачах заночевать Была такая ситуация Вот канал Нью на мыске На правой улице Менделеево по которой мы с вами уже друзья приезжали и проезжали Нью на мыск Я показывал вам реку Кубань И в на мыск Вот такая стела Вот параллельно мы будем двигаться улица Менделеева Можно здесь повернуться Здесь у нас заправочка Рост, нефть Промышленная излона здесь в основном будут друзья с левой стороны А с правой стороны сам город Кому-то не понравилось что здесь чадит коптит Нью на мыск Ну что друзья я вижу О том я вам и говорю Здесь нам немного осталось проехать И водовы закончится Вот указатель на Минводы и Тигорск Куда мы с вами и едем Сегодня кстати воскресенье Как видите дорожная служба работает Они у нас работают и в ночное время Ух ты Волга 21 Укладывают асфальт Чтобы не создавать дневные пробки такие Это гипермаркет Карусель Сейчас будем пересекать улицу Баума Вот химию повезли Что сделать Нинобес это город химиков Здесь производят все химическую промышленность Продукцию Химическая промышленность здесь друзья Это вот октановские заправки Я вот стараюсь заправляться на октане Скажу так что тут бензинчик даже неплохой Следующая улица если я друзья не ошибаюсь Это будет уже улица Гагарина По которой мы с вами проходили Давайте посмотрим какая температура Вот расход бензина 5,1 Машина экономичная 51 минуту мы проехали Вот температура поднялась уже В Невнобыске всегда теплее чем в Ставрополе Вот на данный момент А сейчас 10 часов 23 минуты Температура 17 градусов Со Ставрополем мы выезжали 50 минут назад это было Температура была 11 градусов Цельсия Вот улица Гагарина А мы едем дальше Как нам навигатор показывает на юго-восток Я уже говорил что в Невнобыске у меня здесь много знакомых живет Одноклассница Тетка дай бог ей здоровья Друг И другие знакомые Давайте здесь параллельно идет у нас бульвар Мира На котором сделали На котором сделали Капитальничный ремонт И вот скоро времени мы приедем с вами в Невнобыск Вот этот указатель Это круг Центр направо Там Орнест Общественная органическая Ограниченная ответственность Пятигорск, Махачкала Автовокзал Автовокзал тоже направо И железнодорожный вокзал Еще направо куда дорога идет Друзья На Воронежско Ивановско И вот Невнобыск закончится А мы с вами едем дальше Друзья А через сколько мы будем в Невнобыске Ой, не в Невнобыске, друзья Пятигорск Давайте посмотрим Пятигорск 148 у нас Километров Вот везде, кстати, у нас делают Вот такие Ограждения На разделение Дорог Все-таки они Более-менее защищают Если случаются Такие вот Аварийные Опасности Даже сейчас у нас делают такие вот Бетонные ограждения Это при подъеме Вот такие горлык В сторону Татарки Дорога здесь, кстати, нормальная Хорошая Мы его в том году здесь сделали Ну, здесь уже вот 90 км в час Значит, нам еще ехать 1 час 46 минут Все, друзья, удачи Хорошего дня Хорошего настроения Ну, а нам Хорошего пути Всем удачи А здесь ограничение скорости Для чего у нас сделано здесь? Ну, для того, чтобы вот такие Экипажи ДПС Работали А мы, соответственно, нарушали и платили штрафы Все, друзья, еще раз удачи Субтитры сделал DimaTorzok